Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День Матери. В России День Матери стали отмечать сравнительно недавно. Празднуется он в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. Сегодня в нашей студии мы рады представить нашу гостью, Прасковию Петровну Борисову, председателя Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения Матери России. Доброе утро, Прасковья Петровна. Ну, как давно День Матери отмечается, ну, в первую очередь в нашей республике? Нам известно, что он чуть раньше, чем российский праздник. И как можно провести определенные параллели? Да, ну, у нас праздника есть, два праздника мы отмечаем в республике, потому что впервые в республике Саха-Якутия этот праздник был учрежден в 1993 году первым президентом республики Михаилом Ефимович Николаевым. А вслед за ним в 1998 году по указу президента России Бориса Николаевича Ельцина 30 января был издан указ об учреждении Дня Матери в Российской Федерации. Поэтому у нас выходит, что мы отмечаем два раза этот праздник, и он у нас почти длится, да, вот с октября по ноябрь месяц. Целая декада, можно сказать, да? Целый месяц длится этот праздник. Да, и в эти дни у нас проходят различные мероприятия во всех городах, улусах республики, посвященные этому светлому всенародному празднику. Ну, особенно на каких мероприятиях можно остановиться? Особенно, конечно, мы вот недавно у нас провели в Мирненском районе очень такое хорошее шоу, конкурс, вкусняшки, а также женщины наши и матери участвовали в проекте по реализации отбросов таких, ну, которые из них делали полезные вещи для быту, там, для жилья и так далее. Это были такие уникальные, хорошие вещи. Из сверстка газет делали сундуки, украшенные морилкой, и получался настоящий такой сундук. В общем, такие мероприятия у нас прошли вот в Мирненском районе. Очень хорошее такое приятное впечатление оставили мероприятия в Олегминском Алусе. Матери России совместно с женсоветом провели, побывали в гостях у 19 матерей, многодетных, у которых более 5 детей, поздравили мамочек с этим праздником и детей наградили канцелярскими такими принадлежностями. Это такая тоже хорошая очень акция получилась. Ну, у нас в городе Якутске сейчас проводятся мероприятия по округам нашим городским, и мы на той неделе провели такое тоже хорошее мероприятие для наших молодых мам и будущих матерей. Один день молодой матери в Академии Юнион, где на площадках нашей мамочки прошли лекции по грудному скармливанию, по подготовке к родам, по фитнесу для беременных, по психологическим тренинг о развитии детей от нуля до трех лет. Было много встреч друг с другом, пообщались, обменялись опытом, а также таким гвоздем программы стало дефиле наших мам с детьми. И было это очень красочно, красиво. И, конечно, встречи с приспывающими женщинами, которые себя показали в бизнесе. И такие встречи, они все сказали, что очень нужны, хороши. И такие встречи. Ну, а большое мероприятие у нас предстоит в нашем музее материнской славы, который мы открыли в этом году. И этот музей у нас сейчас стал площадкой для встречи с нашими матерями, с нашими девочками, с нашими детьми. И на этой площадке, в музее матери, у нас пройдут встречи с женщинами, с матерями, которые удостойны звания мать-героиня и удостойны звания материнская слава. Вот эти мамы, мы с мамой должны встретиться 23 ноября. Ну, и 24 ноября пройдет вручение этих наград главой республики, где придется участие нашей мамы. Паршка Петровна, у нас сейчас есть возможность в прямом эфире поздравить всех матерей. Нашей республики. Да, но нашей республики. Этот день очень светлый для нас. Он стал действительно очень любимым всенародным праздником. И быть матерью – это большое счастье, это большая ответственность. Самое высокое предназначение женщины. Я хочу пожелать в этот день всем нашим мамам благополучия семейного, благополучия нашим детям, благополучия по жизни и, конечно, доброго здоровья и успехов во всем. Прасковья Петровна, мы тоже хотим, в свою очередь, поздравить вас с этим праздником. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам этим утром. Прекрасного вам дня.